Будут танцы с бубнами вокруг этого бетона. Выбросить ничего не выбросим, все используем по назначению. Мы брали вот эти вот трубки, уже короткие. Ни один дом, ни одну конструкцию еще не построил. Итак, ребятки, на данный момент, значит, мы готовимся к заливке защитного слоя. То есть после того, как мы сделали песчаную подушку, выставили опалубку для подбетонки, мы на песок постелили армированную пленку, для того, чтобы при заливке подбетонки молочко из бетона не уходило в песок, не впитывалось быстро в песок, и чтобы мы могли с этими 5 сантиметрами бетона нормально сработать, нормально выровнять это все. Значит, подбетонку мы сделали на 10 сантиметров больше, чем сама фундаментная плита, для того, чтобы можно было гидроизоляцию нормально выпустить за пределы фундаментной плиты, и потом уже опалубку, которая у нас сейчас формирует контуры фундаментной плиты, выставить уже на жесткую, на твердую поверхность. На данный момент, то есть после того, как мы залили подбетонку, естественно, бетон застыл, сделали гидроизоляцию в два слоя, гидроизоляцию мы делали с перехлестом швов в 10 сантиметров, опять же напоминаю такой момент, что первый слой гидроизоляции к подбетонке клеить не нужно абсолютно, в этом смысла нет никакого, даже можно таким образом испортить гидроизоляцию, вот, проклеиваются только стыки с перехлестом 10 сантиметров, а уже второй слой гидроизоляции вы приклеиваете полностью, и мы приклеили его полностью к нижнему слою, также с перехлестом 10 сантиметров, и второй слой гидроизоляции мы сдвинули так, чтобы он был внахлест на нижние стыки гидроизоляции. Вот, гидроизоляция, в принципе, вся готова, натянули оськи, по осям выставили контуры опалубки нашей фундаментной плиты будущей, и сегодня мы готовимся залить защитные слои. Кстати, у нас, как я говорил уже не раз, ни один проект я еще не построил по, ни один дом, ни одну конструкцию я еще не построил строгости с проектом, всегда получаются какие-то изменения, дополнения со стороны заказчиков, здесь это не исключение, исключений у нас практически не бывает, здесь было решено немножко увеличить заднее левое крыло, увеличить место под террасу, то есть мы в одну сторону расширились на 50 сантиметров, в другую сторону на 30 сантиметров, и таким образом мы уже подогнали опалубку под нужные нам размеры, вот, сейчас ребята заканчивают кое-где укреплять опалубку, то есть, в принципе, для 5 сантиметров, казалось бы, укреплять опалубку сильно смысла нет никакого, потому что 5 сантиметров опалубку не раздавит, это, естественно, так, но, опять же, не забываем, что у нас эта опалубка служит не только для защитного слоя, а также она уже будет служить опалубкой для фундаментной монолитной плиты, вот, поэтому опалубку закрепляем, сделали ее сразу высокую, чтобы у нас поместилось сюда, поместился бетон фундаментной плиты, опалубку закрепляем и, в принципе, ждем, ждем насос, ждем раствор, сегодня будем заливать защитный слой, и, естественно, перед тем, как заливать защитную под бетонку, мы вывели закладные под коммуникацию, у нас здесь их собралось, в принципе, довольно большое количество, вот, для всяких разных проводочков, для водопровода, для канализации, ну и так далее, и сейчас, когда мы закончим уже укреплять опалубку, мы снимем все вот эти вот наши растянутые оси, для того, чтобы можно было с этим спокойно работать, и, в принципе, ждем насос, ждем раствор, и приступим к заливке раствора. Насос нормальный, длинный, практически достает нам до края плиты, может, ему там чуть-чуть не хватает зацепить самый краешек, но мы шланг натянули, и туда бетон нормально уложили, не бетон, раствор, видите, мы заливаем раствор, этот цементно-песчаный раствор, который нам как раз и будет создавать защитный слой на гидроизоляцию, потому что солнце сегодня, в принципе, жарит довольно хорошо, ходишь по гидроизоляции, она уже начинает липнуть, несмотря на защитную пленку, которая сверху имеется, гидроизоляция прилипает немножко к ногам, и просто становится мягкая. И как раз защитный слой нам защитит гидроизоляцию от повреждений, пока мы будем делать арматурный каркас, мы ее точно не порвем, мы точно никаких дырок здесь не наделаем, то есть она у нас останется цельная. Заливаем, опять же, напоминаю, заливаем мы защитный слой при помощи бетононасоса, площадь очень большая, вручную залить это практически, ну, очень сложно, и смысла нет абсолютно никакого. На краю шланга бетононасоса у нас установлен гаситель, для того, чтобы бетон не разбрызгивал в стороны, чтобы удобно было делать работу, он не плюхается, ребята чистые, в глаза не попадают, то есть, ну, работа происходит чисто, красиво, аккуратно. Сразу мы попутно с заливкой раствора, ребята проходят, растягивают, растягивают нашу цементно-песчаную смесь, они ее разглаживают и делают ровненькую поверхность, для того, чтобы нам потом было удобно работать с арматурой, в принципе. Вот, никаких особых уровней мы не задаем сейчас, потому что у нас, в принципе, уровень задан уже песчаной подушкой, вот, никаких там маяков мы не натягиваем, уже будем поверхность выравнивать непосредственно с самой монолитной плитой фундаментной, когда будет изготовлен арматурный каркас, когда будем заливать уже саму фундаментную плиту. Сделаем маячки, отметки по периметру опалубки, ну, и будем на них ориентироваться, и, может быть, сделаем еще щуп, для того, чтобы, опять же, ориентироваться и не переложить бетона больше, чем нужно. Ну, в принципе, мы заканчиваем уже заливать защитный слой, то есть, весь раствор в опалубку мы уже слили на гидроизоляцию, нам остался небольшой совсем кусочек разровнять его, разгладить, и оставляем раствор застывать, набирать прочность. Вот, сегодня к вечеру наверняка по нему уже можно будет, с ним уже будет что-то делать, мы его прольем вечерком водичкой на ночь, оставим его, чтобы он был залитый водой, завтра уже можно будет начинать вязать арматурный каркас. Осталось еще немножко раствора, естественно, как всегда остается в приемнике, бетоноприемнике у насоса, мы его как раз разгрузили у ворот, у нас там самая такая мягкая почва, ребята его сейчас тоже там разровняют немножко, ну и, то есть, выбросить ничего не выбросим, все используем по назначению, там разровняем его, и машина будет уже легче заезжать к нам сюда, на территорию. Настала очередь заливки фундаментной плиты, непосредственно бетона уже для самой фундаментной плиты. Арматурный каркас у нас изготовлен из арматуры диаметром 12 миллиметров, значит, ячейка у нас получается 200 на 200 в две сетки, и две сетки разделены между собой лягушками, так мы называем их лягушками, да, фиксаторами, которые сделаны из арматуры диаметром 10 миллиметров, установлены шагом 80 сантиметров, вот, и таким образом у нас получается защитный слой бетона снизу под арматурой, у нас, кстати, арматура стоит на стоечках, на таких вот стульчиках пластиковых, и у нас защитный слой бетона снизу создается в районе 5 сантиметров, сверху он получается 6-7 сантиметров, ну, в зависимости от того, как установлены п-образные элементы, которые идут по контуру фундаментной плиты, то есть по периметру фундаментной плиты у нас идут п-образные элементы, которые как раз и усиливают торец этой самой фундаментной плиты. Толщина фундаментной плиты у нас в данном случае 250 миллиметров, миллиметров заливаемый бетон марки m350 насос уже на месте сейчас мы будем на край шланга устанавливать гаситель и принципе ждем доставку бетона планируемое количество бетона это 95 кубов планируем сегодня залить погода как вы видите в принципе для заливки шикарная когда заливали под бетонку была жара прямо очень сильная раствор начал быстро растрескиваться но тем не менее мы его пролили все трещины прошли еще раз затерли пока раствор был свежий и сейчас на данный момент 16 градусов тепла солнца нет вот может быть даже обещают мелкий какой-то дождик но это не страшно для бетона также у нас в принципе под все несущие стены и несущие перегородки сделаны выпуски арматурного каркаса выпуски у нас сделаны также из арматуры диаметром 12 миллиметров это такие г-образные элементы которые подвязаны к арматурному каркасу к общему фундаментной плиты и когда мы зальем фундаментную плиту когда зальем бетон у нас останутся торчать только эти выпуски то есть у нас уже будут готовы эти выпуски под изготовление арматурного каркаса под все несущие стены несущие стены наружные несущие стены внутренние и также перегородки то есть опорные стены для на который у нас расположен на террасе и на крыльце по периметру опаломки у нас натянута ориентировочная отметка то есть леску мы натянули для того чтобы понимать примерный уровень бетона проверили кстати нивелиром наш защитный слой с подбетонкой да у нас перепад составляет в В некоторых местах около сантиметра, не больше. То есть все, в принципе, идет ровненько, все идет красиво. Нам осталось залить, в принципе, последний такой участок фундаментной плиты. У нас пришел, в принципе, последний миксер. Мы заканчиваем на этом заливку. Зальем, провибрируем, разгладим, оставляем бетон застывать, набирать прочность. Завтра, послезавтра мы его проливаем водой и попутно начнем изготавливать арматурный каркас непосредственно уже для монолитного цоколя. Ребятки, итак, у нас сейчас полностью выставлена опалубка для монолитного цоколя. Можно его назвать ростверком, можно назвать цоколем. Суть от этого не меняется. То есть это та часть фундамента, на высоту которой будет в дальнейшем подниматься уровень чистого пола в доме. Опалубку, значит, мы делали из доски 40 на 150, где-то 40 на 200. Ну, какая доска была такую, мы сюда и завезли. Нам самое главное, чтобы толщина была 40 мм, для того, чтобы у нас лента получилась ровненькая в один уровень. Конечно же, где-то будут наплывы, потому что образовались, доска рассохла, все образовались зазоры между досками. Это не страшно, потому что потом это, в принципе, все отобьется и ровненько сделается гидроизоляция. Мы поставили перемычки для того, чтобы у нас опалубка стягивалась между собой, чтобы эти доски между собой держались. Поставили такие перемычки. Перемычки у нас расположены на расстоянии 60 см примерно друг от друга. Шире ставить я не рекомендую, потому что может надуть опалубку, и потом будут танцы с бубнами вокруг этого бетона. Легче сейчас потратить немножко времени дополнительно поставить, то есть поставить в нужном количестве вот эти перемычки, в нужном количестве поставить шпильки, которые у нас стягивают опалубку. Кстати, вот видите, доска где-то рассохлась, и шпильки ослабились, мы пройдем сейчас их протянем. Вот, и через 60 см ставим такие перемычки. Естественно, мы их стягиваем саморезами, чтобы доска держалась за них и не ушла у нас вовнутрь нашей ленты. И между перемычками, перемычки мы между собой стянули вот такими шпильками. Для этого мы используем шпильки диаметром 12 мм. Стягиваем гайками. Кстати, если у вас высота ростверка до 50 см, в принципе, достаточно 2 шпильки. Если выше 50 см, там 70 или 85, вот как в нашем случае, ставим 3 шпильки, на этом не экономим, потому что, когда порвет опалубку, и вам ее придется стягивать уже через бетон, это все гораздо сложнее. Это затрачивает гораздо больше времени. Ну, и потом на исправление уже, когда бетон застынет, на исправление вот этих неровностей, вы потратите кучу сил. Просто-напросто бесполезно. Перед тем, как делать опалубку, мы выставили арматурный каркас. Арматурный каркас мы сделали из 12-й арматуры. У нас получается здесь 8 прутков арматуры, 12-й идут горизонтально. И торчат вот такие выпуски. Почему? Потому что у нас, в принципе, здесь в дальнейшем планируется вот это подпольное пространство, которое здесь остается, оно будет у нас открытым. Там можно будет перемещаться внутри, и для того, чтобы перекрытие потом связать с монолитным цоколем, чтобы конструкция была, придать дополнительную жесткость конструкции, как раз у нас сделаны вот эти выпуски уже под монолитное перекрытие. А что с трубаром торчит? Это у нас не, она не торчит, она сюда заложена. У нас таких труб довольно большое количество, в районе 38 штук, что ли, я уже не помню точно. Вот, это у нас про духе, для того, чтобы вот это подпольное пространство можно было хорошо провентилировать при необходимости, да. И смотри еще, какая ситуация. Мы брали вот эти вот трубки, уже короткие, вот, то есть, если у нас здесь ширина, толщина ростверка, толщина ленты 400 мм, трубки мы, вот эти трубы канализационные мы покупали длиной 500 мм, и раструбом мы смонтировали их наружу. Для того, чтобы можно было использовать стандартные заглушки, которые подходят под 110 трубу, и при необходимости эти продухи закрыть, или при необходимости их, наоборот, открыть, для того, чтобы проветрить подпольное пространство. Изначально высота монолитного цоколя планировалась ниже, вот, и пол планировался по песчаной засыпке, то есть, вовнутрь этого всего пространства нужно было засыпать песок и сделать стяжку. Вот, но потом заказчик все-таки принял решение сделать росток чуть-чуть повыше и оставить подпольное пространство открытым, свободным. У нас по проекту, в принципе, имелось три, три окна небольших в цоколе. Мы от них отказались, заказчик сказал, что ему это не нужно. В любом случае, он там будет делать красивую светодиодную подсветку в подпольном пространстве. Это шутка, конечно. В любом случае, это пространство будет освещаться. Для того, чтобы можно было провентилировать, как раз и смонтировали вот эти вот продохи. Высота монолитного цоколя под основные несущие стены дома и несущие внутренние перегородки составляет 850 мм. На крыльце, вот у нас как раз имеется здесь крыльцо, будет формироваться. И на террасе мы ростлер подняли до 1 метра 5 сантиметров. Почему? Потому что после того, как зальется перекрытие толщиной 18 сантиметров над вот этой вот всей частью дома, еще дополнительно перекрытие будет утепляться, чтобы в доме не было холода, не тянуло из-под подпольного пространства. И плюс тот перо, который уйдет на формирование чистого пола, здесь останется залить небольшую плиту толщиной 12 сантиметров. Вот, и в принципе мы тогда выйдем практически на уровень плиты. То есть у нас задача какая? Чтобы плита на террасе и на крыльце была на 5 сантиметров, после чистовой отделки, была на 5 сантиметров ниже, чем пол в доме. Для того, чтобы дверь нормально открывалась, чтобы там можно было коврик поселить и так далее. То есть мы подгоняем высотой ростлерка вот как раз под те параметры, которые нам нужны. У меня такой вопрос, а 12 сантиметров фундаментная плита, это не тоненькая? Не фундаментная плита, а плита перекрытия. Плита перекрытия. Здесь она будет не 12, по-моему, 15, но все равно это будет с двойным армированием. Вот, поэтому этого будет достаточно здесь. Просто нагрузка-то на дом большая? Ну, это крыльцо, здесь нагрузки-то большое нет. Так, вся нагрузка, она в доме, потому что там устанавливается мебель, там ходят люди, там... А там будет нормально? Там танцуют, там будет плита толщиной 180 миллиметров. Мы перед тем, как заливать бетон в опалубку, мы прошли, продули весь мусор, который у нас был внутри. То есть вся стружка, которая туда попала при сверлении шпилек. Мы прошли шлангом, промочили еще дополнительно досочки, чтобы они были влажные. И молочко из бетона не впитывалось быстро непосредственно в древесину. Вот, и сейчас, в принципе, приступили к заливке бетона. Мы сейчас уже заливаем третий миксер. Это получается, у нас два миксера по 6 кубов было. Пришел третий миксер 6-ти кубовый. То есть в итоге мы зальем 18 кубов. Проходим мы, то есть заливаем мы все не за один раз, не заполняем сразу до самого верха. Вот, все равно перестраховываемся, хотя опалубка сделана хорошо, закреплена хорошо. Шпилек хватает, распора хватает, перемычки стоят с нужным шагом друг от друга. Но, тем не менее, проходимся в несколько этапов. У нас будет три прохода по кругу для того, чтобы залить до нужного уровня. Сейчас, ребятки, вот третий миксер сливают, и пока к нам вернется первый миксер обратно, они пройдут, бетон провибрирует, чтобы он сел на свое место, чтобы вывести, чтобы из него вышли пузырьки воздуха, короче, чтобы он уплотнился, пузырьки воздуха, чтобы вышли, чтобы он заполнил полностью опалубку, и нигде у нас пустот не образовалось. Вот, и ждем следующий миксер. И так постепенно мы зальем все до самого верха. В принципе, мы залили весь бетон в опалубку. Я понимаю, кто-то сейчас из наших подписчиков или из тех, кто просмотрит этот ролик, скажет, ну не залили, а уложили бетон в опалубку. Да какая разница? Самое главное, что наш бетон весь в опалубке, весь бетон провибрирован. Хватило нам все четко, как мы, в принципе, и планировали. Залили мы сюда 38,5 кубов сегодня бетона без всяких эксцессов. То есть все у нас прошло четко, нигде не раздуло, нигде не разорвало, нигде не перелилось. То есть вообще все просто шикарно. Сейчас, ребята, насос уже собирается, последний миксер отпустили. Ребята заканчивают выравнивать вот последний отрезок ленты цоколя или ленты ростверка. И мы оставляем бетон набирать прочность, застывать. Завтра мы опалубку еще не демонтируем. Завтра мы будем целый день проливать бетон водой для того, чтобы он не перетрескался. Хотя, возможно, что появятся какие-то усадочные трещины, несмотря на вибрацию бетона. Появятся усадочные трещины по поверхности бетона. Такое бывает. В этом страшного ничего нет, потому что они не глубокие. Но, тем не менее, проливать будем водой, будем мочить. И завтра мы только начнем снимать вот эти вот перемычки, распорки, которые у нас есть, которые установлены. А послезавтра уже можно будет снимать, ослаблять гайки, снимать шпильки. И уже демонтировать непосредственно саму опалубку. И как это будет выглядеть дальше, вы увидите в следующем ролике. Я вам желаю хорошего настроения, я вам желаю добра, я вам желаю мира. Не забываем ставить лайки после просмотров наших роликов. А лучше во время. Репостим наши ролики своим друзьям, своим знакомым, чтобы они тоже увидели вот эту красоту. Всем пока, удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова